Всем привет! Сегодня мы рассмотрим максимально подробную инструкцию по выбору компьютерных корпусов. Если главное при выборе видеокарты это мощность графического чипа, то главное при выборе материнской платы это количество фаз питания процессора и наличие радиаторов в них. Главное при выборе мышки это качество сенсора. А главное при выборе корпуса это, как ни странно, качество и толщина металла, из которого сделан корпус. В подавляющем большинстве современные корпуса делают из листовой стали. Сталь используется трех видов. Первое. СЕСС представляет собой хладнокатную сталь со специальным гальваническим покрытием, что защищает ее от коррозии и других негативных внешних воздействий и одновременно с этим не препятствует электрическому контакту между составляющими корпуса. В отличие от подкрашенных шасси из обычной стали, ее используют производители качественных компьютерных корпусов. СГСС. Горячий, как правило, тонкий прокат с дешевой гальваникой, похожий на оцинкованное ведро. Используется в бюджетных моделях корпусов. СПСС. Покрашенная черная листовая сталь. Самая дешевая из представленных. Следует заметить, что в последнее время производители корпусов принялись хитрить, полностью окрашивая свои изделия, ну, как правило, в черный цвет. В этом случае определить марку стали становится проблематично. И приходится верить тому, что указано в описании корпуса, если это описание вообще не удается найти. Теперь поговорим о толщине стали. Толщина металла консервной банки от 0,18 до 0,36 мм. На рынке можно встретить корпуса толщиной 0,35 мм. Так что в названии ведро нет никакого юмора. В процессе выбора корпуса настоятельно рекомендую проверить его на толщину металла. Эту информацию можно посмотреть в некоторых магазинах. Ссылки на них будут в описании под видео. Если на официальном сайте производителя корпуса нет такой информации, то попробуйте скачать мануалы, которые будут в разделе загрузки. Там тоже иногда печатают такую информацию мелким шрифтом. Кроме стали или алюминия, в качестве материала корпуса полностью, ну, или частично используется алюминий. Алюминий является более дорогим материалом, поэтому таких корпусов будет немного. Но алюминий обладает очень важным преимуществом. Кроме меньшего веса, он обладает гораздо большей теплопроводимостью. Это положительно скажется на понижении температуры процессора и видеокарты. В некоторых тестах температура процессора внутри алюминиевого корпуса всего на несколько градусов выше, чем на открытом стенде. Также в качестве материала используется акрил и стекло. Если в корпусе используется закаленное стекло, то на нем будет специальная наклейка. Наклейка предостережения, чтобы вы не случайно не разбили. Если нет наклейки, то вас пытаются обмануть. В целом старайтесь выбирать корпус толщиной в 1 мм, ну, или хотя бы близко к тому. По данной критерии большинство корпусов на рынке не подойдет, так как производитель очень любит экономить на материале. Но зато выбор корпуса станет гораздо проще, так как моделей для выбора останется немного. Корпус с хорошей толщиной стали будет весить больше 10 кг. Ну, или стоит посмотреть сторону корпусов из алюминия. Часть вторая. Охлаждение. Несмотря на глобальный пиар, уменьшение ТТП компонентов компьютера, серийного, полностью бассивного корпуса для обычных систем так и не существует. Поэтому система охлаждения компьютера до сих пор играет очень важную роль. В данный момент существует два типа охлаждения. Воздушная и водяная. Водяная система в этом видео рассматриваться не будет, так как я считаю ее бесполезной. На водяные радиаторы также ставятся вентиляторы, так что про тишину тут говорить не приходится. Температура при использовании водяного охлаждения хоть и ниже, но ниже лишь не на немного. Стоит ли выигрыш нескольких градусов всей этой мороки и траты денег? Думаю, что не стоит. Всем, кому интересны эти шланги, фитинги, помпы, ищите информацию на специальных форумах. Такие странные любители сложностей обычно держатся вместе. Но все же поговорим о воздушном охлаждении. Схема воздушного охлаждения компьютера. Существует много вариантов расположения вентиляторов, но в основном среди производителей победила одна. Поток воздуха движется от передней стенки компьютера, проходит через видеокарту и процессор и выбрасывается через заднюю стенку. Также стала очень популярной схема, где воздух выбрасывается не только через заднюю стенку, но и через верхнюю, на которой тоже устанавливается вентилятор один или два. В некоторых дорогих корпусах также устанавливается один или два вентилятора снизу, которые захватывают воздух из-под корпуса и отправляют его на видеокарту. Иногда под видеокартой на специальной стойке есть крепление еще под один вентилятор, который ставится прямо под видеокарту и существенно снижает ее температуру. Также иногда, если боковая стенка не стеклянная, туда тоже можно поставить вентилятор. Некоторые тесты показывают, что если перевернуть верхние вентиляторы на вдув, а не на выдув, можно существенно снизить температуру процессора. Такой тест проделал Сергей Юрьевич, и у него температура упала в нагрузке аж на 10 градусов. Так или иначе, чтобы экспериментировать со схемами охлаждения в корпусе, должны быть соответствующие отверстия и крепления для вентиляторов. Исходя из данной информации, главным вентилятором в корпусе является вентилятор на задней стенке, который отводит тепло от процессора за пространство корпуса. Поэтому желательно, чтобы там стоял 140 мм вентилятор. Чтобы вентилятор такого размера туда поместился, ширина корпуса должна быть больше обычной. Это сразу же удорожает весь корпус. Поэтому таких корпусов немного, но они стоят того. Кстати, так как ширина корпуса увеличивается, в корпус можно будет установить любой по высоте процессорный кулер. Многие производители корпусов делают возможность установки 200 мм вентиляторов в корпус. Теоретически, чем больше диаметр вентилятора, тем больше поток воздуха он сможет создать при меньшем числе оборотов. На практике не все так однозначно. Производителей 200 мм вентиляторов на порядок меньше, чем производителей 140 мм. И, соответственно, количество моделей этих вентиляторов гораздо меньше. А качество их хуже, поэтому я не рекомендую их покупать и устанавливать в корпусах. Рассмотрим типы вентиляторов на рынке. Самые дешевые в производстве – это вентиляторы на подшипниках скольжения. Срок службы у них невысокий и ремонту они не подлежат. Вторые вентиляторы – это на подшипниках качения. В данном вентиляторе используются два шарика подшипника. Они хоть и обладают чуть большим шумом, зато их легко отремонтировать, просто заменив подшипники. Подшипники можно купить на Алиэкспресс, они все взаимозаменяемые, так как имеют один стандартный размер. Преимуществом таких вентиляторов является то, что их можно вставить под любым углом, любой стороной. Большинство таких вентиляторов стоят в блоках питания и в системах охлаждения видеокарт и на процессорных кулерах, которые идут в комплекте с процессорами. Также стоят вентиляторы с шарикоподшипниками. Третье. Ну и модные сейчас вентиляторы на гидроподшипниках. Из преимуществ у них дешевизна производства и относительная тишина. Принцип действия состоит в том, что связывающим звеном между двумя движущимися поверхностями является жидкость или масло, которые раскручиваясь внутри подшипника создают эффект подъем центробежных сил. Это позволяет поверхностям практически не соприкасаться друг с другом, но и соответственно не изнашиваться посредством трения. Минусом таких подшипников является отсутствие возможности работать на низких оборотах из-за невозможности создания нужного уровня подъемной силы. Если запустить подшипник на низких оборотах, то он скорее всего может выйти из строя или резко уменьшится его срок службы. Также такие подшипники плохо работают в горизонтальном положении, если крыльчатка находится сверху, а не снизу. Поэтому установить такой вентилятор на верхней сетке на вдув не получится. Не стремитесь искать корпуса со множеством встроенных вентиляторов. Как правило, в них устанавливаются самые дешевые вентиляторы, которые не проработают и больше года. Дальше они начнут стучать или скрипеть. Хорошие вентиляторы не стоят дешевле 500 рублей. Все равно в корпус придется покупать вентиляторы. Встроенные вентиляторы – это бесполезная переплата. Рассмотрим вентиляторы по степени важности для охраждения системы. Главным вентилятором является вентилятор в кулеве процесса. Туда надо ставить самый дорогой вентилятор, желательно 140-мм. Из корпусных вентиляторов, главным вентилятором на задней стенке корпуса, далее идет вентилятор на верхней крышке. Желательно вставить его на вдув. И последним является вентилятор на дне корпуса. Он существенно позволит охватить видеокарту. Если корпус вы покупаете без бокового стекла, то вентилятор на боковой стенке тоже не помешает. Хотя без него можно в принципе-то и обойтись. Вентиляторы на передней стенке не играют особой роли. Они позволяют снизить температуру процесса всего на пару градусов. Сколько бы их там не стояло. Поэтому на передних вентиляторах можно смело сэкономить. Блок питания. Раньше корпуса изготавливали с верхним расположением блока питания. Блок питания отводил теплый воздух от процессора, пропускал через себя и сбрасывал наружу корпуса. Данная схема подразумевала хорошие радиаторы внутри блока питания. Потом производители, как обычно, решили сэкономить на металле радиатора и переставили блок питания вниз корпуса, выдавая это за прогрессивную схему. Теперь блок питания не участвует в выхлаждении корпуса, а работает только сам на себя, засасывая всю пыль с пола. И если корпус стоит, конечно же, на полу. И выбрасывая ее через заднюю стенку корпуса. Существует еще много вариантов расположения блока питания в корпусе. Так что, если блок питания стоит над процессором, корпус с любым другим расположением блока питания смело можно брать. По скрипту. Часть первая. Дизайн кабель менеджмент и прочие лампочки. Первая. Кабель менеджмент – штука полезная, хотя он увеличивает требования к длине проводов, а также цену. Из-за модульности блоков питания. К тому же некоторые производители в жертву красоте не ставят корзины для жестких дисков или пытаются прикрепить жесткие вертикально для SSD. Это не критично, а вот для обычных дисков я бы их так крепить не советовала. Хотя производители вроде не запрещают так делать, но наличие движущихся металлических деталей в конструкции Hard все-таки предполагает их горизонтальное расположение. В последнее время появилась мода делать внизу корпуса короб, закрывающий блок питания и кабели. Но выглядит это на любителя, а вот возможность установки нижних вентиляторов, конечно же, затрудняет. Второе. Дизайн. Чтобы выделиться, производители очень любят навешивать на стандартный прямоугольный корпус всякие пластмассовые детальки. Тут дело, конечно, вкусно, но качественно сделанный корпус с минималистическим дизайном будет смотреться гораздо лучше, чем дешевка с футуристическим дизайном, который быстро устаревает и надоедает. Третье. Разная иллюминация. Приятно, конечно, когда дорогое железо красиво подсвечено, но все эти лампочки очень быстро надоедают и иногда даже начинают бесить, особенно в темноте. Если же вам все-таки хочется иметь подсветки, выберите ее хотя бы с возможностью полного отключения. А то на форумах потом создается очень много тем с вопросами, как отключить иллюминацию на той или иной комплектующей. Четвертое. Закаленное стекло. Стекло появилось относительно недавно, но многочисленные обзоры показывают, что оно является чуть ли не главным трендом последних лет. Производители, следуя за модой, ставят такие стекла даже на откровенный дешман. Так что наличие стекла – это не показатель качественного корпуса. Но если корпус качественный, то наличие стекла его только украсит. Встроенное стекло с обратной стороны тоже смотрится неплохо, так как обычно такие стекла делают затемненными и спрятанные кабели через него не будет видно. Часть вторая. Миф о шумоизоляции. Тут мы переходим к модной ныне теме про бесшумные компьютеры. Рассмотрим противоречия. Металлический корпус отводит тепло от нагретых элементов компьютера, если мы начинаем его обклеивать шумоизоляцией. Корпус начинает хуже отводить тепло, следовательно, надо повышать обороты вентиляторов. При повышении оборотов вентиляторов повышается шум, следовательно, нам надо еще раз обклеить корпус и так по кругу. К тому же, чтобы добиться заметного эффекта, придется купить очень специальные материалы по очень негуманным ценникам. Вы их даже в автомагазинах звука наверняка не найдете. И если найдете, то скорее всего это фуфло. Скорее то, что нужно, вы найдете в фирмах, занимающихся оформлением звукозаписывающих студий. Эти материалы весят неприлично много, так же, как и стоят. Ценники где-то от 2000 рублей за квадратный метр, а толщина материала от 20 миллиметров. Тонше брать толку ноль. Кто-то клеит всякие изолоны, поролоны и тому подобное. Все это туфта. Суть шумопоглощения – поглотить волну, чтобы не создать реверберацию эха. Зачем вам поглощение эха в ПК? Всю суть шумоизоляции можно понять на примере пластикового окна у вас дома. Приоткройте чуть-чуть закрытое окно. Как дела с шумом с улицы? Ворвался? Так вот, первое правило шумоизоляции – полная герметичность, а потом уже поглощающие материалы как дополнение. Ну и как вы все это реализуете на ПК? Зачем же производители корпусов затеяли эту тему? Все правильно, чтобы заработать побольше на неразбирающихся на этом покупателях. Часть третья. Миф о пылевых фильтрах. Этот достаточно устойчивый миф, и чтобы его развеять, перейдем немного к теории. Что же такое пыль? Пыль – это мелкие твердые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относятся частицы меньшего диаметра от доли микрона до максимального – 0,01 мм. С плотно запертой, с закрытыми окнами квартиры, за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на 1 квадратный сантиметр пола и горизонтальной поверхности мебели. В этой пыли содержится около 35% минеральных частиц, 12% текстильных и булажных волокон, 19% чешуи кожи, 7% цветочной пыли, 3% частиц сажи и дыма, оставшиеся 24% неустановленного происхождения. Размер ячейки любого пылевого фильтра около 1 мм. Используется либо металлическая сетка, либо что-то наподобие синтетической ткани – 0,01 мм и 1 мм. Еще есть какие-нибудь вопросы? На всем известном форуме человек просыпал через подобные фильтры даже муку, что уж говорить о пыли. То, что встроенные фильтры ни от чего не защищают, мы уже выяснили. А теперь выясним еще одну проблему. На графике представлены данные падения воздушного потока при использовании фильтров. Вроде бы немного, но это новые чистые фильтры. А теперь посмотрим, что будет с такими фильтрами через неделю. Фото. Думаю, никакие графики делать не нужно. И так все очевидно. Так что, если вам интересно чистить встроенные фильтры каждую неделю, то я вас поздравляю, вы нашли занятие себе по душе. Итак, общая рекомендация при выборе корпуса. Первое. Сталь толщиной 1 мм или близко к тому, желательно S-E-C-C. Второе. Наличие вентиляторов или возможности их туда вставить. Диаметром 140 мм на задней стенке, на верхней стенке желательно 2, на передней, чем больше, тем лучше, и на нижней тоже желательно 2. Третье. Расположение блока питания не вверху над процессором. Четвертое. Наличие как можно большего количества креплений под жесткие диски. Пятое. Возможность установить любую по длине видеокарту. Шестое. Возможность установить любой по высоте процессорный кулер. При 140 мм вентиляторе на задней стенке этот пункт будет выполнен сам собой. Седьмое. Наличие закаленного стекла. А лучше, конечно, с обеих сторон. Акрил не подойдет. Восьмое. При возможности берите корпуса стандартного размера под стандартные материнские платы. Маленькие корпуса гораздо больше пиарят, так как их производство значительно дешевле. Следовательно, производитель с каждого корпуса получает больше прибыли, которую он может потратить на их рекламу. А то, что у вас в их сборке возникает куча неразрешимых проблем, уже никого не волнует. Девятое. Заморачиваться с поиском корпусов со встроенной шумоизоляцией и пылевыми фильтрами не стоит, так как такие корпуса стоят гораздо дороже, а польза от всего этого стремится к нулю. Всем пока. Ставьте лайки. Играйте на балалайке. 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 Играйте на балалайке.